Слово Твое И рад Твой возлюбил Его Мы сегодня пришли в Дом Молитвы Мы пришли в Дом Божий Для того, чтобы поклониться Господу И для того, чтобы услышать, что Господь хочет сказать нам Я не хочу от себя сегодня ничего говорить Я хочу обратиться к Слову Божьему И я хочу, чтобы Слово Божье сегодня коснулось наших сердец Это важно Потому что в этом мире источников информации очень много Потому что в этом мире над сердцем человека работают абсолютно все, можно сказать, предприятия мира сего Все средства информации Весь потенциал направлен на то, чтобы захватить сердце человека Для того, чтобы владеть душою человека Но мы знаем точно, что Господь через Слово Своё Он проникает вовнутрь сердца нашего И он находит себе место Алтарь, где он пребывает И мне хочется, чтобы наше внимание было сосредоточено Может быть, иногда мы хотели бы очень красивые какие-то слова сказать Очень заумные какие-то мысли преподнести Но я хочу, чтобы мы направили свое внимание только к Слову Божьему В прошлый раз я говорил из Слова Божьего о жизни друга Божия О жизни Авраама И после служения кто-то подошел ко мне и говорит Давай в следующем воскресенье продолжай про Авраама А сегодня я хочу продолжить эту тему И если в прошлый раз мы читали из 12 главы Сегодня будем читать из 18 главы книги Бытье Отрывок записанный 18 глава Бытье с 1 по 19 стихи У кого есть Слово Божие, можете открыть 18 глава И явился Аврааму Господь у Дубравы Мамре Когда он сидел при входе в шатер Во время зноя не было Он возвел очи свои и взглянул Его три мужа стоят против него Увидев, он побежал навстречу им От входа в шатер и поклонился до земли И сказал Владыка, если я обрем благоволение пред очами твоими Не пройди мимо раба твоего И принесу немного воды Я мой ноги ваши И отдохнете под сим деревом А я принесу хлеба И вы подкрепите сердца ваши Потом пойдете в путь свой Так как вы идете мимо раба вашего Они сказали Сделай так, как говоришь И поспешил Авраам в шатер к Саре И сказал Поскорее замеси три саты лучшей муки И сделай пресные хлебы И побежал Авраам к Старе И взял теленка нежного и хорошего И дал отроку И тот поспешил приготовить его И взял масло и молока И теленка приготовленного И поставил перед ними А сам стоял под них под деревом И они едут И сказали ему Эти пришельцы Авраам Где Сара, жена твоя? Он отвечал Здесь в шатере И сказал один из них Я опять буду у тебя В это же время В следующем году И будет сын у Сары, жены твоей И Сара слушала У входа в шатер Сзади его Авраам же И Сара были стары В летах преклонных И обыкновение у женщин У Сары прекратилось Сара внутренне Рассмеялась Сказав Мне ли, когда я состарился Име сие утешение Да и господин мой Авраам стар И сказал господь Авраам Отчего это Рассмеялась Сара Сказав Неужели я действительно Могу родить Когда я состарилась Если что трудное Для Господа В назначенный срок Буду я у тебя В следующем году И будет у Сары Сын Сара же не призналась А сказала Я не смеялась Ибо она испугалась Но он сказал Нет Ты Рассмеялась И встали И оттуда Отправились Садом Авраам же пошел С ними Проводить их И сказал Господь Утаю ли я От Авраама Что хочу делать От Авраама Точно произойдет Народ великий И сильный И благословляться В нем Все народы земли Ибо я избрал его Для того Чтобы он Заповедался нам Своим И дому своему После себя Ходить путем Господнем Творить правду И суд И исполнит Господь Над Авраамом Что сказал О нем Аминь Увлекательная история Я думаю Что Те которые Знакомы Со Словом Божиим Могли бы Разделить Этот текст На множество Отдельных Субъектов И можно Было бы Действительно Составить Множество Проповедей Всего лишь На этом тексте Но я хотел бы Чтобы мы Прошлись По этому Тексту И обратили Внимание На Некоторые Главные Мысли Что Вложены Здесь И более Того Что хотел бы Господь Сегодня Сказать Прежде всего Моему Сердцу Затем Каждому Кто Сегодня Находится Здесь На месте Сем Смотрите С того Времени Как Господь Призвал Авраама Из Ура Халдейского Он Постоянно По Времени Является Авраам И Каждый Раз Когда Являлся Господь Авраам Он Всегда Полниц На Лицо Сво И Как Мы Говорили Прошлый Раз Господь Явился Ему Как Господь Слав И Это Было Величественно Это Было Нечто Необыкновенное И Когда Мы Сталкиваемся С чем Необыкновенным Трепещет Сердце Наше И Мы Готовы Поклониться До земли Мы Закрываем Свои Глаза Понимая Что Это Нечто Величественное То Что Раньше Мы Не И И Не Видели Но Вот Очередной Раз Когда Господь Приходит К Авраам И Когда Авраам Вышел Навстречу Написано Что Он Поклонился И Обратился К этим Мужам И Сказал Владыка Эти Небожители Пришли К Аврааму На сей раз В образ Человека Это Напоминает Нам О том Что В свое Время То Что Господь С самого Начала Определил Спасение Для Всего Человечества В образе Сына Своего Иисуса Христа И По Времени Когда Наступит Полнота Времени Он Придет В этот Мир В Образ Человека И Таким Образом Господь Приближается К Нам Людям Для Того Чтобы У Нас Был Доступ Свободный Вход Господу Нашему И Здесь Мы Видим Как раз Вот Такую Картину Бог Не явился Как Богом Славы На сей раз А явился В образ Человека Авраам Выходит На встречу Конечно Авраам Не Планировал Такой Встречи И Написано Что Среди Белого Дня Когда Стоял Зной Когда Жара Сильная А в тех Местах По времени Температура Поднималась До 55 Градусов Я сегодня Вошел В Дом Божий Здесь В этом Зале И почувствовал Такую Теплоту Снял Себе Одежду Потому что Очень жарко У нас дома Очень холодно Ну Не настолько Конечно Но мы Уже в том Возрасте Когда Думаем Попрохладнее Чтобы Сохраниться Подольше Видимо Авраам Может И хотел Вместе С Сарой Сохраниться Подольше Но они Понимали Что Уже Преклонные Года Естественно Что Господь Хочет Войти И Авраам Говорит Если Вы Захотели Если Я Обрел Благоволение То Я Очень Прошу Не Пройдите Мимо Моего Шатра Зайдите Ко Мне Друзья Братья И Сестры Господь Я 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 Мы Не Знаем Другой Образ Странника Незнакомого Кто-то Стучится В дверь И Таким Образом Мы Будучи Детьми Авраама И Имея Такой Пример Мы Не Должны Упускать Возможность Кого-то Приютить В свой Дом Потому Что Павел Позже Говорит О Что В Евреям 13 Глава Что Странное Приимство Странное Любие Должно Быть У вас Уверующих Знающих Бога И Поклоняющихся Ему Может быть Не зная Того Принимая Странника Вы Приняли Небожителей Ангелов Божьих Настолько Надо быть Внимательным К тому Что Господь Может Прийти В какой-то Образ Я знаю Рождественские Там Рассказики Есть Когда Господь Подходил В образ Одного Другого Третьего А внутри Дома Нет Мы ждем Очень важного Гостя Нет места Нет времени Для тебя Мы должны Быть Очень Внимательны К тому Что Господь В любое Время Может Прийти В нашу Жизнь В наш Дом Авраам Говорит Если Я Обрел Благоволение Если Вы Заметили Что Я Как бы Готов И Мое Сердце Наполнено Желанием Принимать И что-то Доброе Для вас Делать То Заходите Ко мне Я Вспомнил Случай Нового Завета Когда Апостол Павел Пришел В Филиппах Там Всего Лишь Навсего Еще Церкви Не было Некоторые Женщины По обыкновению Спускались Вниз К реке И там Они проводили Богослужения Их было Несколько Не было Молитвенного Дома И Апостол Павел Пошел Туда Где Эти Женщины Были Собраны И после Того Как Одна Из них Лидия Услышала Слово Божие Она Приняла Спасение Господа В своем Сердце Она Уверовала Вместе Со Своей Семьей И написано Что они Крестились Во имя Отца Сына И Святого Духа И После Этого Эта Женщина Обращаясь К Павлу Говорит Если Я Обрела Благоволение Если Вы Нашли Меня Достойной Если Вы Видите Что Я Новое Божие Творение Что Я Стала Дитем Божиим У меня Есть Просьба Не Проходите Мимо Моего Дома Войдите Ко Мне В дом Друзья Братья Сестры Когда Мы Пришли К Господу Когда Мы Стали Его Детьми Мы Должны Быть Готовы К тому Что В любой Момент Господь Может Прийти В Мою Свою Жизнь Не Надо Ожидать Особых Событий В Простоте Посмотрите Как Авраам Он Не то Что Среди Белого Дня Спал Под Деревом Он Смотрел И Ожидал Момента Для того Чтобы Творить Какое То Добро Что То Делать Хотя Скажу Вам Что Авраам Было Нелегко Что То Делать В тот Самый Момент Написано В 17 Главе О том Что Бог Заповедал Аврааму Что Он Совершал Над Собою Над Сыном Своим Над Довочадцами Своими Над Всеми Мужьями Обряд Обрезания Спустя Несколько Дней Он Находится В этом Состоянии В Болезнях Но Когда Пришли Гости Он Поклонился Вышел На встречу Побежал Приготовил Стол Угощение Не обращая Внимания Может быть Случается В нашу жизнь Что Когда Кто-то Приходит Мы Говорим Да не Беспокой Меня У меня Столько Проблем Сейчас Накопилось У меня Такое Состояние Не До Тебя У меня Дело Сейчас Можешь Пройти Мимо Авраам Был Готов Что-то Доброе Делать Мы Тоже Призваны К тому Чтобы Делать Добрые Делать В Конечном Итоге Авраам Говорит О том Что Действительно Если Вы Зашли Под Кров Мой То Я Окажу Гостеприимство Быстренько Распоряжается Говорит Жене Своей Слуге Своему Он Сам И все Вместе Заняты Тем Чтобы Приготовить Угощение И мы Видим Что Угощение Оно Было Самое Самое Наилучшее Не в том Плане Что Они Проявили Какие-то Кулинарные Способности Когда Мы Приглашаем К себе Друзей Когда Приглашаем На Какую-то Встречу Чем Заняты Наши Жены Суетой Правда Я Приготовлю Что-то Такое Чтобы Удивить Я Прошлый Раз Делала Это Это А теперь Уже Что-то Другое Надо Я Проявлю Кулинарные Свои Способности Я Хочу Чтобы Не так Как Когда Была Там А вот У меня У меня Что-то Совершенно По-другому Мы Видим Здесь Простота Бери Тримеры Муки Спеки Лепешки Закали Тельца Молоко Масло Все Простые Очень скромно и в меру надобности. Не надо устраивать пикники, не надо устраивать барбекю. Надо просто-напросто оказать знак внимания. И это делать из всего сердца. Много ли, мало ли, красиво ли, вкусно ли. Сделай это как для Господа. Он знал, что вошел Господь в его шатер. И естественно, что он это делал от всего сердца. Это очень важно и очень ценно пред Господом. Мы должны настроить себя именно на такое отношение между собою и между людьми, которые нас окружают. Потому что здесь не настолько, что находится на столах. В притчах написано, когда ты войдешь в дом какого-то вельможи, что ты должен делать? Ой, как много, да? Ой, как вкусно. Все. Да? Ты должен быть очень осторожен. Ты должен быть осознавая, где ты находишься. Поэтому мы должны снимать какие-либо вот такие моменты, которые бы ставили бы какую-то преграду. У нас должна быть простота во всем. А самое главное, чтобы Господь твой увидел твое сердце. Что ты это делаешь от всей души. Что ты это делаешь для того, чтобы это было приятно твоему Господу. Когда они находились под деревом, когда они уже сидели за столом, один из них, я больше склонен к тому, что это владыка, сам Господь. А интересно, что в оригинале еврейском, вот это владыка, слово, там употреблено слово Адонай. Адонай – это никто иной, как Господь, Иисус Христос. Сам Господь обращается к Аврааму, и он спрашивает, а где жена твоя Сара? Обратите внимание, не было никакого диалога, не было каких-то предварительных выявлений, отношений, имен, числа, слуг и так далее. Ничего подобного не было. И Господь спрашивает Авраама, а где Сара, жена твоя? Понятно, там на Востоке и по сегодняшний день есть обычай, что жены не должны вмешиваться в дела мужские, да? Даже за столом не ваше место. Пусть они там находятся, где-то. И Сара находится где? В шатре, правда? Но здесь прежде всего мы должны обратить внимание, что Господь абсолютно все знает. Во-первых, Он знает, что жену Авраама зовут Сара, правда? Он знает сердце Сара, Он знает, чем эта женщина преисполнена в ее повседневной жизни. Он знает ее мысли, Он знает ее состояние, об этом мы чуть позже поговорим. Но здесь Он обращается и спрашивает, где жена твоя Сара? Конечно, было бы удивление, когда пришли бы ко мне в дом люди чужие, не видя, не зная мою жену, в определенный момент скажут, а где твоя Нона? А я не употребил это слово, а я не говорил, что моя жена это Нона, да? И они говорят, а где твоя Нона? Мы видим здесь хороший урок для каждого из нас. Господь Владыка Адонай, наш Спаситель Иисус Христос, знает каждого по имени. Следующее, что мы видим в этой истории, есть то, что Авраам отвечает, говорит, она на своем месте. Где место Сара? Где место наших жен? Где место жилет? На кухне. В доме. На хозяйстве. Правда? А бывает иногда и так. Приходят гости, как сейчас принято, если ты идешь кому-то в гости заранее, делай термин. Предупреди, что такого-то числа в такое-то время, без опозданий, допустимо, 2-3 минуты плюс-минус, но знай, что я буду в твоем доме, да? Ну и тогда, конечно, мы детей приводим в чувство, тогда жена одевается, там все, чтобы соответствие было, цветы, не знаю что, и тогда все на своих местах. Но когда внезапно приходит, Господь спрашивает, а где твоя Сара? У Авраама был прекрасный, правильный ответ. Она на своем месте, она в шатре. Ее место там. Я хотел бы обратиться сегодня к нашим женам. Жены дорогие, Бог определил место вам, вашей семьи, где вы должны быть. Написано в притчах. Благоразумная жена, дальше вы говорите? Устрояет дом свой. Где она это делает? На зыринг? На шопинг? Нет, в путешествиях, да? Нет, она находится дома. Она находится в своем очаге. Это хранительница очага, мы говорим, да? Жена, маленькая жена, уют в большом доме, да? Поэтому, Джон, вам совет. Если вы хотите благословения в вашей жизни, находитесь на том месте, которое определил Господь для вас. Не отклоняйтесь от Слова Божьего. Отдавайтесь в том, что Господь приготовил для вас. Потому что это не просто так. Ага, я взял себе рабыню. Ага, я буду на север, на юг, она пусть дома там и как хочет. Нет, не об этом идет речь. О том, что жена должна знать свое место. Написано, что добродетельная жена, это что для мужа? Венец на его голове, правда. А когда ноги ее по улицам и по площадям ходят, это венец для мужа? Или это гниль в костях? Быстрее всего это, да? Правда? Бог определил твое место. Будь очень внимательна. Потому что не просто мой стирай, убирай. У Бога есть Слово. И если ты на своем месте, ты услышишь это Слово от Господа. И когда завязалась беседа между Авраамом и гостями, то Сара была у входа в шапер, правда? Она не присутствовала там, но она услышала все, что они говорили, правда? Если жена на своем месте, когда Бог посещает, когда в семье трудности, когда в семье благословения, когда в семье достаток, когда не хватает чего-то, Бог обращаясь к твоей семье, Он обращается и к твоей жене. И если она на своем месте, она обязательно услышит сердцем своим, разумом своим, и она принят правильное решение. Понятно. Мы очень хотели бы, чтобы все жены наши уподобились Саре, правда? Петр, когда коснулся вопроса семьи, он делает ссылку на Сару, правда? И он говорит, ваши жены должны иметь определенный этикет, и они должны соответствовать кому-то. Мы всегда ищем образ для подражания, правда? Вот мы увидели стильную женщину, и сразу, а где ты это делала? В какой спа? В какой салон красоты? И тому подобное. Мы хотим уподобиться, мы хотим взять самые лучшие. Мужья, мы должны признать, что нам хочется, чтобы наши жены были самые прекрасные, правда? Чтобы моя жена отличилась от всех остальных. И мы даем ей талончик, и мы даем ей денежки для того, чтобы она стала красивее всех. Красивая жена, что, как написано в Петербурге, что в кольцо в Ноздрях, да? Помните это место? Надо быть очень внимательным. Бог хочет, чтобы наши жены были самыми красивыми, но у него есть определенный стандарт. И Петр говорит, ваши украшения, внешний ваш вид не должен состоять только из плетений волос, ни из золотых украшений, ни из драгоценных одеждах. А из чего должна состоять красота женщины? Сокровенный сердце человек, что драгоценно пред Господом. И составляющие внутренние женщины должно быть кроткий, молчаливый дух. Это угодно Господу. Сегодня я не хочу читать мораль. Я сегодня просто обращаюсь к Слову Божьему. Хочу, чтобы мы имели правильное направление. И каким образом мы должны видеть наших жен. Конечно, приятно глазу, когда все в порядке. Когда, не только когда выходят в людях, но даже когда на кухне приятно, одета, убрана, чисто, никто не отрицает. Это должно быть на своем месте. Но акцент должен ставиться на внутреннее содержимое. Посмотрите на Сару. Она занимает свое место. Она не вмешивается в мужские дела. Она не принимает решения из-за мужа своего. Правда? Более того, когда была дискуссия между ними, наверняка Авраам подумал. То, что мне Бог сказал в 17 главе, когда он явился в прошлый раз, что у меня будет наследник, что у меня будет семья, начало нового народа, что великое множество последователей будут у тебя детей, то, естественно, что, может быть, Авраам упустил, донести до Сары, это важная информация. Можно посмотреть, и когда идет диалог, Господь говорит, «У тебя будет сын». «Я через год приду, и Сара, жена твоя, будет держать на руках сына». Сара услышала эту весть. И что она сделала? Рассмеялась. Что она, прямо вот так? Смеялась, что все обращали внимание? Вы знаете, иногда бывает так, что то начало собрания, или на какой-то встрече, или не обязательно в Доме Божьем мы встречаемся, о чем-то говорим, и у нас хорошее настроение, и такой сильный смех, что все оборачивались. А что с ними, да? О чем там идет речь? Так громко смеются. Написано, что Сара в сердце своем, внутри, она рассмеялась. Она не поверила тому, что Господь говорит. Вау! Как так? Видимо, она не до конца осознавала, кто ее гости, кто эти люди. И какое у этих людей непосредственно поручение или новость для этой семьи. Мне очень хотелось, чтобы мы запомнили одну истину. Мы смотрим на лицо человека, Господь смотрит на сердце. Мы определяем людей по внешнему содержимому, а Господь по внутреннему. Посмотрите из Нового Завета. До страданий Господь Иисус, направляясь в Иерусалим, входит в дом Симона Прокаженного. Помните эту историю? Наверняка, да? Это обращение блудницы Марии Магдалины в Новую Веру. Она обретает спасение. И вот, когда Господь гостил у этого человека, известного в той местности, написано, что пришла женщина. Разбила Алавасовый сосуд, совершила обряд помазания, стала плакать, умывать ноги Господа слезами своими, вытирать волосами своими ноги Спасителя. А Симон Прокаженный, стоя в стороне, смотрел. И что он? Громоглазно говорил? Или в сердце своем? В сердце своем, внутри себя. Он говорит, о, если бы ты знал, что за женщина, кто вот этот человек, что склонился у ног твоих, то у тебя бы реакция была бы совершенно другая. А Господь говорит, Симон, у некоторого человека были два должника. И так как у них не было чем заплатить и рассчитаться, они взяли в долг, они получили какие-то деньги, и пришло время, что надо вернуть. А у них нет этих денег. Но хозяин распорядился и сказал, прощается и одному, и другому. И он спрашивает, Симон, как ты думаешь, кто из этих должников будет любить хозяина более? И что Симон сказал? Ну, конечно, тот, которому больше было прощено. У кого долг был большой, когда маленький долг, знаете, как мы относимся, Да потерпит еще, да? Ну, даже если я не верну, что он умрет без этих ста лей. Вот такое отношение. А вот когда кто-то должен тебе там пятьсот тысяч лей, да? Вау! И Господь здесь обращает внимание на содержимое внутреннее состояние человека, на мыслях его, на сердце его. И он говорит, Симон, я вошел в твой дом. По обычаям мира, людей, места сего, ты должен был встретить меня, умыть ноги, подать воду на руки, совершить обратно, помазание леем. И ты ничего подобного не сделал. А сейчас ты допускаешь в сердце своем, в мыслях своих, и ты осуждаешь эту женщину, которая была порабощена грехом. Она была, собственно говоря, детем дьявола, князя мира сего. И вот сейчас она обратилась к истине. И ты осуждаешь. Другими словами, Симон, я знаю тебя, я знаю твое состояние, я знаю, о чем ты мыслишь. И Слово Божие направляет нас к этому пониманию, что Господь знает абсолютно всю нашу жизнь, нашу поднагодную. Даже когда мы думаем, когда мы мыслим, и то знает Господь. Ничего не сокрыто от Господа. Мы очень часто, я и каждый из нас, делаем какие-то дела и думаем их сокрыть, по крайней мере, от людей. Правда? А все обнаружено и обнажено перед Господом. Даже наши мысли, даже наши намерения, Он их знает. И как написано евреям, 4 глава, 12 стихом, ибо Слово Божие острее всякого меча оба иного острова. Она проникает, слово оно проникает, до до разделения души и духа, состава мозгов. И что делает? И судит помышления и намерения наши. Правда? Идет даже дальше, чем просто видно внешняя сторона, внутренняя, глубины души нашей. Господь проникает и Он все знает. Он наперед все знает. Он знал состояние Сары. Он знал, что... Конечно, Саре 90 лет. Конечно, Он знал, что Аврааму 100 лет. И посмотрите реакция Сары. Сара говорит, Господи, может быть, но я знаю точно, я уже в том состоянии, когда невозможно рожать детей. Уже биологически, физически этот процесс прошел. Мы прожили с мужем долгое время. Много лет подряд. И мы пытались, и мы хотели иметь наследника. Мы даже прибегали к некоторым приемам. Мы обращались к нашей служанке, чтобы она принесла нам ребенка. И мы думали, что это наш наследник. Джона, сестры дорогие, если вы очень хотите наследника, просите у Господа. не надо ходить по всяким врачам, по всяким лекарям, для того, чтобы, а вдруг состоится чудо, да, и у меня будет ребенок. Ничего подобного. Господь говорит, а есть ли что невозможное у Господа? Разве Господь лимитирован в своей силе? Разве Господь не может исполнить абсолютно все то, что он намеревается делать? человеку невозможно. Все, что мы не можем делать, все, что ограничивается этим материальным миром, этими возможностями нашими, и мы не можем добиваться каких-то успехов, каких-то результатов, все остальное, что стоит за этим? Господу возможно. И он говорит, обязательно я приду к вам спустя год. Хорошая месть или нет? Я думаю, что в сто лет услышать такую новость, это надо было прыгать до потолка, как говорят. Наконец-то пройдет еще год. 99 лет прошло с тех пор, как я все надеялся, ожидал, Господь обещал, что он обязательно пошлет и в конечном итоге уже конкретный разговор. Ровно через год я приду опять к вам. И я, когда приду, у Сары на руках будет ребенок. Друзья мои, не напоминает нам истину евангельскую этот случай. Господь пришел в этот мир для того, чтобы родить. Страшно сказано. В Ветхом Завете понятно, там рожали мужики, Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, В Новом Завете почему-то продолжается этот процесс. Господь пришел родить. И он и родил. Кого он родил? Церковь, правда? Я создам церковь и врата ада не одолели. Он пришел в наш мир для того, чтобы создать для себя спутницу для вечности. Но самая для нас приятная, самая лучшая новость 14 глава Евангелиана Господь говорит. Я иду к Отцу моему и к Отцу вашему. И я вам приготовлю место. И когда приготовлю, что я сделаю? Через год я приду опять к вам. Спустя время я приду опять на эту землю. Для чего? Чтобы забрать нас, чтобы то место, которое мы приготовили, где он обитает, чтобы нас взять туда. Нечто подобное мы видим именно в этом рассказе. Господь говорит, спустя год я обязательно приду и на руках у Сары будет младенец. Они ушли дальше, у них было другое дело, но не прошли мимо шага Авраама, но проходит время, день, неделя, месяц, два, на третий, на четвертый месяц Сара что-то почувствовала. Правда? Ага, а потом пошли шевеления, а потом это точно признаки того, что там в очереде уже наследник. и вместе с Авраамом они наверняка помнили, что они помнили, что сказал владыка, что через год я приду к вам, правда? Когда нам говорят о том, что я через месяц, через день, через год вернусь и опять приду в твой дом. И по мере того, как приближается срок, когда тот человек, благодетель, который что-то очень важное для тебя сделал, он должен вернуться и войти в твой дом. Каково твое состояние? Что ты делаешь? Пропускаешь мимо это событие? Не обращаешь внимания, что приближается срок, когда придет твой самый-самый-самый знатный человек в твоей жизни? Или ты готовишься к этому? Готовишься, правда? И по мере того, как приближается день пришествия твоего благодетеля, ты стараешься все ставить на свои места. Обычно жены делают генеральную уборку, да? Раз, 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 как будто прошлась и по верху и по низу, а потом вот где-то в том углу не 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 дошла, и там еще что-то прошло мимо и так далее. Но по мере того, как приближается, вот завтра уже состоится с собой день. И тогда еще раз я пройдусь, чтобы, не дай бог, поленьки, соринки где-то не осталось. Правда? Мы хотим достойно встретить нашего благодетеля. друзья, это большое предупреждение для нас. Мы живем в какое время? В последнее время, правда? На мировых часах когда-то нам говорили, что без пяти двенадцать. Сейчас, наверное, уже без одной минуты двенадцать. Пришествие Господа Иисуса. Он обещал, что я обязательно приду за церковью. Что должна делать церковь по мере приближения дня Он? Устраивать свою жизнь, устраивать свой дом, заработать, чтобы было и на завтрашний день. Правда? Мы заняты суетой. Мы пропуская не помним о том, что завтрашний день не в наших руках. Что завтрашний день это может стать последним днем жизни на земле. Что в завтрашний день нам придется встретить нашего Господа. А готово ли мое сердце? Вопрос. Я готов встретить моего Господа? Или сказать, Господи, повремени еще немного. Сара наверняка могла бы подумать, ждала 90 лет, но подожду еще 2 года, 3 года. Правда? Но есть такое выражение. Вечно беременных не бывает. Приходит срок, и обязательно женщина рожает. Приходит срок, Господь говорит о о том, что тогда, когда никто не будет ожидать. И Он говорит, а найду ли я веру на земле, когда приду? Кому Он это говорит? Он говорит, мне тебе церкви. А найду ли я веру? А найду ли я своих людей? Конечно, есть те, которые уверены и твердо стоят на этом основании. Меня Господь избрал. Я предназначен для Его Царства. И что бы ни случилось в моей жизни, потери, множество богатств, расставания, разделения со своими детьми, со своей женой, со своим мужем, что бы ни случилось в моей жизни, но мои ноги твердо стоят на этой скале, на этом камне, который является Господь мой. И если Он обещал, что написано? Немедлит Господь исполнение своих обещаний. Если Он обещал, что я приду через год, если Он обещал, что я приду второй раз на эту землю, для того, чтобы забрать свою церковь, голубицу мою, возлюбленную мою, ту, ради которой я отдал свою жизнь, ту, которая стала для меня дороже всего, то Он обязательно исполнит свое обещание. Но остается с нашей стороны, как невеста, как возлюбленная Господа, чтобы мы были готовы, чтобы мы находились на то самое место, где Господь определил быть церковью. Я не имею в виду территориальное, я не имею в виду место, адрес какой-то, но Господь определил для церкви пределы, где Он должен находиться, и что Он должен делать. Написано в Слове Божьем, что я весь расширил пределы, да? Есть у церкви одно определение от Господа, находясь в этом мире, чтобы церковь расширила свои пределы. Пока Господь придет, Он должен увидеть живую действенную церковь. Церковь, которая не стоит на месте. Церковь, которая находится в постоянном служении ближнему, а это значит служении Господу. Церковь, которая исполняет повеление Господа, идите по всему миру и проповеднике. Церковь не должна сидеть на стульях и воображать из себя каких-то икон, каких-то святых. Расширяйте свои пределы. И ниже я скажу, уже время подходит, да? Расширяйте пределы. Вот единственное правило, что Господь оставил для своей церкви. Чтобы мы не ограничивались. Господи, я познал Тебя, Господи, я принял Твое спасение и на этом аминь. Что произойдет с моим мужем, что произойдет с моей женой, что произойдет с моими детьми, с моими родственниками, меня-то не касается. Главное, что я спасен. И на этом точке Господь говорит и расширь свои пределы. Если мы обрели спасение, то тем более мы должны делиться этим божественным даром с другими людьми, близкими, родными и так далее. Посмотрим дальше. у этих небожителей была важная информация для Авра. Первая информация о том, что то, что Господь обещал, то, что Он сказал, что будет наследника, что у тебя будет потомство, они пришли, подтвердили и определили срок, когда исполнится. И второе, Господь Владыка Адонай говорит, а могу ли я утаить от Авраама, друга моего, то, что я решил собелать. Есть ли у Господа какие-либо секреты по отношению к церкви? Он в церкви открывает себя и открывает свою волю и Он открывает свои намерения по отношению к голубице своей, по отношению к миру сему, по отношению к вечности. Что касается человека, Господь не держит абсолютно никакого секрета. Мы иногда думаем, написано, что одни том и часи никто не знает. Ни ангелы, не люди, не церковь, а только Отец Мой Небесный. Скажите, а у Отца есть какие-то секреты по отношению к Сыну, к Иисусу Христову? А? Есть или нет? Господь Бог занимается чем-то, Сын ничего не знает. Сын что-то делает, Отец ничего не знает. Бывает такое в триединстве Божества? Нет, конечно. Поэтому день тот и час известен Господу Иисусу Христову. А Господь держит какой-то секрет по отношению к Церкви, когда это случится или нет? Да? Нет? Да? Посмотрите на внешние признаки. Когда смаховница распускается, когда лист зеленеет, знайте, что лето близко. Он не говорит о том, что с первого июня уже начинается лето. Посмотрите на все обстоятельства, которые окружают нас. Я помню, жил в деревне, и моя мама говорила, что есть какой-то цветок вот такой он, был большой, да, белый весь, а внутри кружок такой фиолетовый. И люди говорили, что вот этот цветок говорит о совести человека, да. Вот чем больше круг этот фиолетовый, тем больше совести у людей. И вот когда мы были пацанами, мама нам показывала этот цветок, и круг уже был вот такой. И действительно по времени мы видели, что мир меняется. К сожалению, не в расширении совести, а наоборот, к сужении. Все меньше, меньше и меньше. И на сегодняшний день, я даже обратил внимание, как-то был тоже на поле, нашел этого цветка, и там все пришло, как будто точка одна посередине. к великому сожалению. Скажите, в этом состоянии находится этот мир или нет? Такого развращения, такого едолопокросла, а материализм это едолопокросла или нет? Конечно, как на сегодняшний день, не было никогда. жили наши отцы, праотцы наши, не было такого стремления, такого желания. Это признаки последнего времени. И Господь говорит, вот посмотрите, и когда вы все это увидите, знайте, что пришествие мое близко. А для того, чтобы мы не думали о том, знаете, как один человек мне говорил, ну, я родил семейных детей, ну, я свое дело уже исполнил, а теперь я ожидаю Господа Иисуса Христа, Его пришествия. Каким образом ты ожидаешь? Ну, как, вот, отпустил бороду такую, да, нигде не работает, вот пусть дети уже там имеют попечение нас, родителя, да, а я что и делаю, занимаюсь своим приготовлением, чтобы выйти навстречу Господу Иисусу, чтобы не пропустить Его приход. И стою и смотрю в окно на восход. Ну, в православии понятие такое, да, что восход будет идти от восхода, да, туда на запад. То есть не будет мгновенной пришествия. Он там Владивосток, Кемерово, Днепропетровск, а потом приближается к Кишиневу, а там на западе кто его знает, дойдет или не дойдет. Это будет мгновенное событие, правда? И естественно, что Господь говорит о том, не надо быть ленивым рабом, а надо быть деятельным. Бодрствуйте и молитесь, ибо не знайте, в который час придет Господь. Он придет как так ночью, правда? Когда я ничем не занят, что вы на меня нападаете? Вот когда вы ничем не заняты, что с вами случается? лень, сон, да? Не желание ничего делать, никуда не ходить. Плоть берет свое. Мы должны знать о том, что Господь печется о своей церкви, и Он хочет, чтобы церковь была деятельной, чтобы церковь не ориентировалась на дни, на месяцы, на какие-то определенные числа. Многие люди на сегодняшний день пытаются исчислять, а все-таки по Слову Божьему, когда будет второе пришествие? И обманывает людей, начиная с 1844 года, по сегодняшний день уже десятки раз люди считали и почему-то все никак не угадали, да? Никак не соответствуют. Нет пришествия и все. Господь знает, когда Он придет, но Он хочет, чтобы мы были какими? готовыми. И поэтому Бог продлевает это время ради моей души, ради моего состояния. Он мне дает время, чтобы я исправил себя, чтобы я все поставил на свои места. И последнее я скажу. Господь говорит Аврааму после того, как Авраам стал провожать этих гостей в сторону Содома. Двое пошли в Содома, а один еще остался вместе с Авраамом. И он говорит Аврааму, что я вошел в союз с тобою с определенной целью, чтобы ты наставлял, научил детей твоих, потомков твоих истины Божьей, правды Божьей, суда Божьего. Авраам, для тебя одно уже считай исполнено. У тебя будет сын. У твоего сына будут сыновья. У их детей будут свои дети. пойдет размножение и вы станете великим народом. Вы наполните эту землю. Но я пришел к тебе, чтобы заповедать очень важное, чем ты должен заниматься в твоей жизни. Отцы, не только к матерям слова, и к вам. Вам поручение от Господа. Мне поручение от Господа, чтобы я воспитывал чтобы я беспокоился о состоянии души моих детей. Наставляй их в правде и в суде. Наставляй их в учении. Не будь равнодушным к тому прекрасному дару, который исходит от Господа. Дети это что? Это дар от от Господа. Мы от Господа получили этот дар, и мы не должны быть равнодушны. Мы должны работать над нашими детьми. Кто из родителей не хотел бы, чтобы его сын был прославленным, знаменитым, великим, титулованным? Кто не хотел бы, чтобы его сын отличался от всех остальных? Наверняка нет таких родителей, правда? Каждый хочет, чтобы его сын выделялся среди общей массы. И мы как родители прилагаем усилия. Мы суетимся, трудимся, жертвуем временем, финансами, для того, чтобы вкладывать все в своего ребенка. Есть такой элемент? «Конечно! Что за разговоры? Я хочу, чтобы мои дети не были как у соседа. Я хочу, чтобы мои дети были особыми. Поэтому Господь говорит Аврааму, я для того пришел заключить с тобой завет, дать тебе заповедь и повеление, чтобы ты воспитывал детей твоих, которые будут после тебя». Посмотрите, речь идет о том, что не только ты, Авраам, должен стать причастником Божьего благословения, но от тебя зависит благословение твоих детей. Если ты будешь работать над твоими детьми, это благословение продлится. Мужья, отцы, я обращаюсь к вам. Найдите время, возможности работать со своими детьми. Я прочитаю еще одно место, а потом скажу о нем. Каким образом? И вот, что Господь говорит. Итак, Второзаконие, 11 глава, 18 стихи, ниже. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу и напишите их в знак на руку свою и допудут они повязкою над глазами вашими и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, когда ты идешь дорогою, когда ты ложишься и когда встаешь и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь вел создать вам и детям вашим. Наше внимание, мир этот дает великое множество информации и они воспитывают наших детей. Родители, мамы, не отдавайте своих детей на воспитание тети в садике. Ой, я уже устал. Родители, не отгоняйте своего сына, когда он подходит к тебе и хочет что-то спросить. Да отстань, ты мне уже надоел. Да я весь день у меня голова квадратная от всех дел. Для тебя другое время. Обратите внимание, что Господь говорит. Учение мое должно быть всегда при глазах твоих. Навяжи их на руку свою. Навяжи их на косяках твоих. Скажите, в домах наших есть тексты священного писания где-то на стенах? Или у нас аватар картины? нет. А нет, это что-то такое фантастическое. Есть еще другое, да, звездные войны, терминаторы и прочее, прочее, прочее всего, чем преисполнен этот мир. Господь говорит, оставь все это и вложи в твоего сына, в твоих наследниках мое слово. И причем, обратите внимание, когда ты будешь спать, когда ты будешь вставать, когда ты будешь ходить, когда ты будешь работать, когда ты будешь отдыхать, о чем ты должен говорить со своими детьми? О слове Божьем, о заповедях Его, о Его благословениях, о том, что очень важно для души сына твоего. Он станет великим, может быть, не для мира всего, но он станет великим для Господа. И это венец, который Господь приготовил для каждого из нас, если мы будем наставлять своих детей в Божьем Слове, в воле Божьей. Аминь.